Доброе утро! 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 Могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет, но при этом они должны являться зарегистрированными предпринимателями, либо быть учредителями, либо соучредителями юридического лица. А были ли у вас 14-летние предприниматели? 14-летние, я не помню, но 16-летние были. Действующие, у которых бизнес действительно не просто зарегистрировал, но еще и работает. Здорово, прям есть чем восхищаться. Какие сферы бизнеса затрагивают в своих проектах конкурсанты, и насколько их идеи востребованы в Югре, на ваш взгляд? Идеи востребованы безусловно, потому что призеры предыдущих лет, они реализуют успешно свои проекты, а некоторые даже начинают уже вторые реализовывать. То есть расширяют сферу деятельности. Да, а сфера бизнеса, они различны от ЖКХ и заканчивая экологией, дополнительным образованием, общественным питанием, то есть все что угодно. И еще один вопрос, в мае проходит еще одно значимое событие, дни предпринимательства в Югре. Скажите, что ждет югорчан в рамках этой недели, и когда она пройдет в этом году? Дни предпринимательства в Югре проводятся традиционно и фондом, и органами исполнительной власти. В мае месяце? В мае месяце целиком, да, муниципальными образованиями проводятся выставки, круглые столы, конкурсы. Фонд проводит бесплатные образовательные мероприятия с участием региональных тренеров и тренеров федерального значения. Основными городами федерального значения тренерами у нас будут проведены мероприятия, начиная с 11 мая. Это Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нягань, Белоярский, Советский. Ну а вообще Югра – это регион для бизнеса подходящий, и какой бизнес здесь востребован? Знаете, мне кажется, любой регион, подходящий для бизнеса, главное подобрать. Главное найти нишу, да? Да, главное найти свою нишу. Большое спасибо, мы желаем нашим предпринимателям успехов, удачи в процветании, разумеется, и не бояться начинать новое дело. Андрей, хорошего вам дня, большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует...